всем привет зацените как я подстригся самое интересное что ездил я на стрижку один без жены первый раз вообще еду один вот тут сейчас самая блин проблема то что хотел к это записать ролик уже в последнюю минуту решил захватил короче камеру все взял и сейчас достаю короче оказывается что в камере где-то флешки блины короче сейчас записывал вообще сейчас видео творчес айфона 4 моего древнючего он весь тормозит качество конечно будет ерунда я чувствую вот а свою десятка использую как навигатор сейчас попозже сейчас мы отъедем отсюда этот не очень хорошо ориентируюсь уже включу с айфона вот этого 10 уже дорогу чтобы вам интереснее было смотреть потому что как говорится что на меня смотреть я думаю никому не интересно всем интересно на дороге посмотрите вообще на всю германию вот короче не знаю насколько аккумулятор еще хватит потому что у меня вот этот сейчас что снимаю он вообще тому же там 19 процентов заряда памяти тоже может не хватить поэтому запись может прерваться в любой момент поэтому если этот ролик увидите значит не хватило аккумулятора и значит запись удалось вот давайте я вам сейчас расскажу видите у меня даже он гуляет здесь по машине катается значит сегодня на суббота 15 декабря я уже говорил что завтра прилетает у меня мама поэтому сильно с утра прям уже все встали пока жена этот убиралась я выездил уже в два магазина съездил за этими ну за продуктами за водой короче все под накупил кстати тоже мне было интересно как ты здесь в преддверии праздника этот народ сколько здесь чего цены кстати по ценам скажу что цены не менялись они какие неделю назад были расценки такие сейчас об поэтому в принципе цена не пляшет народу конечно существенно больше потому что сейчас даже подъезжал эти парк пласты почти все битком конечно местечко всегда можно найти переструюсь но но есть есть небольшие проблемы вот движение интенсивная тоже суда ехал машин много сейчас назад еду вижу что такая верница тянется даже в нашей деревне это машина реально много вот сейчас этот немножко думаю как мне лучше проехать еще конечно переживаю что сейчас камера блин в любой момент сядет и будет вообще все эти мои записи в напрасно значит с утра я как уже сказал съездил по магазинам вот и сейчас съездил подстричься в наши парикмахерской тоже народу тьма но все конечно перед праздниками решили подстричься поэтому что тут удивительного давайте-ка мы сейчас попробую запустить ты-ты-ты-ты запустить камеру не туда нажал тяжело конечно блин еще знал бы дорогу наизусть но сейчас я уже тут по моему знаю поэтому вот смотрите такая у нас дорога блин конечно немного потряхивает камера но к сожалению я уже ничего здесь не сделаю вибрация идет ладно надеюсь что получится что касается на чем я закончил давайте по новостям за неделю пробегусь а потом уже дальше значит на этой неделе у меня были экзамены мои в школе значит сдавали мы устный тест и письменный тест в принципе все как я и говорил как в гетто-институте только конечно более в либеральной форме поэтому принципе ничего там нового там для себя не узнал я хоть и сдавал два года назад этот и экзамен в принципе конечно я за два года уже все там забыл все эти задания поэтому они были идентичные но я нифига ничего не помнил честно скажу поэтому можно сказать что экзамен для меня был по новой значит сдал я его с отличием можно сказать 95 баллов и набралось то но результат стать оказался самым высоким вроде там там еще девочка из россии тоже учится с нами у нее тоже очень высокий результат я не спросил сколько но я думаю что 90 95 до 9 между 90 и 95 так что у нас не одинаковые результаты учительница сказала что этот русскоязычные и вообще не раз как европейцы хорошо учат язык или он как-то он хорошо им дается поэтому в принципе здесь ничего такого удивительного для нее не было вот девять человек у нас этот на тесте завалилась представляете я вот с этим не думал что завалится кто-то потому что в принципе там чтобы пройти надо 60 по 60 процентов набрать принципе такая задача не очень сложно но тем не менее но тоже завалились как учительница сказала из-за того что из арабских стран кто приезжает а для них и тяжелее язык дается потому что у них другой уклад и поэтому есть у них с этим проблемы ну да ну да ладно давайте попробуем может я не знаю сильно трясется не сильно что-то за это переживаю опа ну да ладно давайте я сейчас проверю звук звук пишется значит по экзаменам значит извините что отвлекаюсь потому что неудобно с двух телефонов пишу все летает и все по машине поэтому есть у меня есть проблемы с этим блин так обидно флешку забыть а уже насрылся записать ладу что касается курсов значит вот этих моих автошколы моих языковых курсов значит у меня остался последний день это будет в понедельник и все давайте-ка я в руках подержу потому что смотрите какая у меня конструкция видите поэтому ведь сами понимаете что все болтается поэтому давайте вот так вот поснимаем я думаю меньше тряски так что касается моих языковых курсов значит остался у меня только понедельник и все и у нас такие небольшие каникулы следующие занятия у нас начнутся с седьмого января представляете прям рождество в россии праздника здесь нет рождество здесь когда там с двадцать четвертого на двадцать пятый до декабря двадцать четвертого декабря по блин мне стыдно но я всегда эти даты две путаю вот так что с седьмого января у меня начнутся следующие занятия вот я хотел в январе прилететь в москву но уже из-за этого конечно меня не получилось поэтому печалька значит по языку я вам сказал кстати завтра со мной вы поедете все в баден-баден я уже сказал в аэропорт я вам покажу как там все выглядит как там устроено встретим мою маму и поснимаю во время дороги поэтому упс чуть-чуть превышаю ну да ладно кстати смотрите у нас этот на неделе был снег вот видите но он уже конечно весь этот подрастаял поэтому видите тут в германии короче насчет снега это диковинка даже уж конечно немножко непривычно хотя и в москве такое было что в декабре месяце да там уже под новый год а нифига снегу не было но все равно как-то зима там каши больше чувствуется потому что вы видели я он одет вообще по московским меркам какое по весеннему давайте назад положим нет едем дальше поэтому погода конечно здесь мягче ничего нельзя сказать но уже конечно мороз зачувствуется потому что по утру у нас как правило всегда снежочек такой лежит и ней поэтому самый прикол что у нас этот хотели вчера жена включить отопление в короче включаем а он нифига не работает поэтому вот сегодня жена осталась дома ждем этих должна бригада приехать посмотреть что у нас там с отоплением конечно в квартире не прям так холодно я замерял там девятнадцать градусов у нас в в доме квартире но конечно хочется уже потеплее и вот как назло думала на включим завтра уже все начнем пригревать там к мамином приезда а нафиг и нифига не включается я вам ходил к соседке спрашивал у них отопление работает поэтому видимо какая-то причина у нас проблема ладно я думаю сейчас мы это решим и опять же скажу что не прям так холодно поэтому я сильно как бы за это не переживаю вот еще больше переживаю вообще пишет ли у меня звук или нет ладно вот так что надеюсь что не впустую вот в той стороне видите рейнген у меня находится моя фитнес-студия а сейчас мы едем наш вальдерштадт вот так что жду я вас завтра завтра я как уже сказал поснимаем поедем в этот баден-баден я вам покажу что и как завтра вроде обещает снег поэтому может завтра какие-то будет дорожные коллапсы поэтому посмотрим что и как там ну ладно давайте наверное все а то мне тут очень-очень неудобно снимать и я боюсь что тут этот меч и полицаи схватит за задницу что я одной рукой и веду одной рукой снимаю что-то говорю поэтому давайте здесь прощаться и давайте до завтра увидимся завтра пока пока СОЮЗ НЕОКРУЖИМЫЙ И ЕЁЩЕСЬ ПАТАЛЬНАМ